Здравствуйте! В Дагестане выросло число жертв, связанных с авариями на железнодорожных переездах. И в связи с этим мы сегодня поговорим с махачкалинским транспортным прокурором Ренатом Ярмухамедовым. Ренат Саламалеку. Саламалеку. Скажите, пожалуйста, с чем это связано? И давайте разберем эти ситуации, которые произошли. Это довольно прям жутко. Да, действительно. Последние трагические события вынуждают меня публично обратиться еще раз с помощью различных медийных средств к жителям Дагестана о необходимости более бдительного отношения при нахождении на железной дороге. Буквально за последние 2-3 недели уже зафиксировано 3 факта смертельных дорожно-транспортных происшествий на переездах. Это в Новом Черкее, в Новокаякенте, где в общей сложности у нас пострадало, вот за этот короткий срок у нас пострадало 7 жителей Дагестана. 5 человек погибло, 2 человека пострадали. Поэтому эта негативная тенденция требует от всех водителей, эксплуатирующих транспортные средства, проявлять предельную бдительность, внимательность при перемещении через железнодорожные переезды. Вот если разобрать эту ситуацию, что происходило, в связи с чем мы потом констатируем вот такие события? Мы совместно с контролирующими органами и с представителями железной дороги разбираем каждый факт. С выездом на место анализируем работу средств сигнализации, блокировки, работу семафоров, звукового оповещения. Там есть семафоры, там есть средства для того, чтобы предотвращать. Безусловно, на протяжении всего основного хода, где происходит передвижение так называемого пути общего пользования, где перемещаются пассажирские и грузовые поезда, в каждый переезд снабжен светозвуковой сигнализацией. И отдельные так называемые интенсивные переходы железнодорожные снабжены еще и автоматическим шлагбаумом, который полностью блокирует возможность переезда несанкционированного. Вот эти трагические случаи произошли на так называемых неинтенсивных железнодорожных переездах второй и третьей категории, где имеется только световая и звуковая сигнализация. Но, тем не менее, при соблюдении правил дорожного движения такие сигналы достаточны, чтобы предупредить водителя о приближающемся поезде. И по правилам дорожного движения водители обязаны применить меры пропустить поезд и затем уже продолжить дальнейшее движение, совершать дальнейшие маневры. Так вот, предварительная оценка нам что говорит? О том, что в каждом случае грубое нарушение правил дорожного движения, желание проскочить в непосредственной близости перед поездом, привело к таким трагическим последствиям. Пострадали не только водители, но и пассажиры, которые находились в автомобилях, в этих транспортных средствах. То есть каждый раз водители хотели проскочить, успеть перед поездом? Совершенно верно. Как правило, это основная причина. Во всех вот этих последних случаях мы проверили работу железной дороги и нарушений функционирования средств сигнализации не зафиксированы. Все переезды оборудованы, работали в штатном режиме. Ну, кроме того, еще момент, какой сопутствующий всем этим дорожно-транспортным происшествиям. Происходит, страдают не только участники дорожного движения, но задержка поезда, сбивается ритмика работы железной дороги, повреждаются сами железнодорожные переезды, транспорт железнодорожный. Потом все это влечет в такую цепочку неприятную, требующую и восстановительных процедур, и проведение таких технических обследований, проведение дефектовки. Но самое страшное то, что есть невосстановимые человеческие жертвы. Это человеческие жертвы, совершенно верно. И самое, конечно, в этой ситуации страшное, когда водители, они понимают, что они не одни сейчас в машине, и они все равно подвергают не только свою жизнь риску и в итоге вот таким последствиям, но и тех своих близких людей, которые с ними едут. Совершенно верно. Я бы еще заметил еще одну, сделал бы еще одну ремарку о том, что, не забывайте, что динамика поезда несколько иная, чем у транспортных средств. Поезд даже при небольшой скорости, вот 40-60 км в час, у него тормозной путь составляет до 300 метров. То есть он не может мгновенно остановиться, в отличие от автомобиля. Поэтому ему закону предоставлено преимущественное право при перемещении через железнодорожные переезды на этих путях соприкосновения с автомобильным транспортом. Поэтому учитывайте это. И бдительность, проявлять бдительность, потому что так не пойдет. Нужно думать и не только о себе, но и о пассажирах, которые вы перевозите. Какие меры принимаете вы? Как я уже сказал, мы по каждому факту проводим разбор. В первую очередь, это, конечно, необходимо работать с водителями. Чтобы проверять их бдительность, вырабатывать строгое требование соблюдения закона, чтобы у них было соблюдение правил дорожного движения. Это основной лейтмотив, который мы требуем, на который мы ориентируем. Конечно же, если, не дай бог, происходит сбой в работе железной дороги, и происходит, у нас таких фактов не было, могут произойти дорожно-транспортные происшествия по причине неправильной работы механизмов железной дороги, это отдельная составляющая. Тогда у нас есть целый алгоритм мер реагирования с участием контролирующих органов, и, соответственно, будут приниматься какие-то меры профилактики к владельцам инфраструктуры железнодорожного транспорта. А госавтоинспекция как-то подключается сами в эту работу? Безусловно. И вопросы в профилактике дорожно-транспортных происшествий на железнодорожных переездах нами осуществляется в непосредственном сотрудничестве с этой службой. И они проводят значительную работу. Но, видимо, раз такие факты продолжаются, значит, есть необходимость обсудить это снова. И нужно это обсуждать крайне регулярно, систематически. Но есть еще другая проблема на железнодорожных переездах, связанная опять-таки с тем, что у нас люди опять-таки сами становятся пострадавшими по своей живине. Это так называемые зацеперы. Вы, наверное, разъясните, что это за проблема. И сейчас какая ситуация у нас в этом вопросе? Спасибо за этот вопрос. Перед подготовкой и встречей с вами я тоже проанализировал ту ситуацию, которая у нас сложилась в регионе, в Дагестане. К сожалению, тенденция опять-таки тоже неутешительная. В текущем году смертельно травмирована, так называемые случаи непроизводственного травматизма. Этих случаев увеличилось. Всего 7 человек пострадало при переходах через организованные переходы пассажирские, а также при переходе железнодорожной пути вне положенных мест. И, кроме этого, два факта допущено травмирование электротоком. На слуху, возможно, еще в начале года произошел случай, когда несовершеннолетний погиб. И тоже относительно недавно второй случай травмирования при молодой человек пытался перейти, перебраться через железнодорожную цистерну и также был травмирован током. То есть это была стоящая железнодорожная цистерна, через которую он пытался перейти? Да, поезд стоял на месте. Ну, опять-таки, итог какой? Человек находится до сих пор в ожоговом центре, тяжелейшие травмы получил. И, конечно, надеемся, что все будет хорошо, но, тем не менее, опять-таки, повторюсь, железная дорога – это источник повышенной опасности. Так написано в законе. И вот желание сделать какое-то красивое селфи, либо сфотографироваться на этом фоне, могут привести к плачевным последствиям. Обращу внимание, может быть, я и повторюсь, и многие об этом знают, но для некоторых жителей это будет новость. Напряжение высоковольтной сети над железной дорогой составляет несколько тысяч вольт. И вот контактная дуга срабатывает при приближении, не просто коснуться до нее нужно. Она срабатывает, поражает живого человека на расстоянии нескольких метров. Поэтому даже браться за эту дугу не нужно. Достаточно просто подняться чуть повыше, и все, и может произойти смертельное травмирование. И здесь последствия таковы, что человек поражается током полностью, мгновенно вспыхивает одежда, ожоги человеческого тела колоссальные получаются. То есть с этим шутки недопустимы. Поэтому давайте обратимся к родителям, думаю, этих подростков, потому что с ними связано на этой ситуации преимущественно. Тех родителям, тех подростков, которые проживают, находятся, учатся, или как-то вообще соприкасаются, переходят, живут рядом с железной дорогой, чтобы они, наверное, поговорили у себя дома по этому вопросу. Это не шутки. Это человеческие жизни, которые уходят. Это жизнь вашего ребенка, которая может быть под угрозой. Поэтому просто, наверное, нужно поговорить дома, как ребенок вообще к этому относится, выявить, понять, какое у него отношение к этому. Это для кого-то веселое ребячество, когда можно прийти, как сказать, сделать селфи, или как-то по-другому поиграться на железной дороге. Но на самом деле это потом все очень плачевно заканчивается. Есть у нас еще и другой вопрос, которым вы занимались в течение этого, скажем так, туристического сезона. Почему мы об этом говорим? Потому что сейчас, во-первых, уже такой летний сезон отдыха, который очень активно в этом году проходил в Дагестане. У нас было много туристов, как с других регионов России, так и из-за рубежа. Но развивая туризм, мы поняли, что по некоторым вопросам мы абсолютно все делаем так. Не дорабатываем. Просто как-то на ощупь, не ориентируясь на закон, знаменитый Сулахский каньон в этом году активно перевозил, точнее, по нему активно перевозили на определенных видах водного транспорта пассажиров, туристов. Также и на побережье Каспийского моря. Поэтому у вас есть какие-то результаты проверок, и что вы можете нам сообщить? Действительно, правильно вы заметили, Дагестан обладает огромным рекреационным потенциалом. И наши жители здесь отдыхают и на побережье Каспии, и на внутренних водных артериях. Очень много приезжих, гостей региона приезжает отдохнуть, воспользоваться местными достопримечательностями природными. Однако, зачастую, когда мы анализируем работу тех предпринимателей, либо просто граждан, которые пытаются предоставить услуги в сфере пассажирских перевозок, правовой режим очень грубо нарушается. Вот если взять тот же Сулакский каньон, в текущем году там работало порядка более 20 бортов лодки, на которых перевозились пассажиры, отдыхающие. Но что показали проверки совместно с контролирующими органами? Ни у одного, я повторю, ни у одного человека не было лицензии на право осуществления пассажирских перевозок. Это деятельность лицензируемая. Ни с одним лицом, который предоставлял эту услугу, не был заключен договор на водопользование. Соответственно, антропогенное воздействие на этот природный памятник было очень существенное, серьезное. Допускались какие типичные нарушения? Это перевозка пассажиров без спасательных жилетов, с нарушением требований пожарной безопасности. Фиксировали случаи, когда просто водитель лодки передавал порулить, поуправлять этой лодкой тому же отдыхающим. Какие последствия могут быть? Не нужно развивать эту тему. И так это всем понятно. В текущем году мы направили одно уголовное дело в отношении двух жителей Дагестана, которые оказывали услуги перевозок пассажиров на Каспийском побережье, так называемых водные аттракционы. Катали на предстанном устройстве надувные устройства, аттракционы. И в результате некачественного оказания услуг, элементарного нарушения правил поведения на водном транспорте, пассажиры получили тяжкие телесные повреждения. Вот тоже недавно в конце августа на Каспийском побережье тоже было допущено столкновение водителя, управляющего гидроциклом, допустил наезд на купавшуюся в воде ребенка. Ребенок был госпитализирован, но только благодаря благоприятному стечению обстоятельств существенных травм не получил ребенок. Потом, я так понимаю, уже находится дома. Но причины элементарные какие. У водителя гидроцикла не было водительского удостоверения, а лицо, собственник этого гидроцикла просто передал этому лицу покататься, даже не задумываясь о тех последствиях, которые могут произойти. И водитель, и собственник с сотрудниками ГИМС были привлечены к административной ответственности. Такие подобные нарушения прослеживаются практически везде, где мы сопряжены с оказанием услуг населения. Поэтому я и ориентирую граждан, что нет особых проблем вести вашу деятельность в правое русло. Мы даже разработали определенную памятку для всех желающих, они могут с ней ознакомиться, в том числе обратившись к нам. Что нужно для того, чтобы легально осуществлять этот бизнес? Если они не осуществляют легально его, то что должно произойти? Мы должны остановить их деятельность? Конечно, жизнь человека прежде всего. Поэтому мы должны обеспечить безопасное функционирование и оказывание этих услуг. Есть целый комплекс мер административного принуждения, вплоть до изъятия бортов, лодок. И, соответственно, за осуществление предпринимательской деятельности без лицензии существенные штрафы предусмотрены. До 100 тысяч для индивидуальных предпринимателей, для юридических лиц, сколько я помню, до 400 тысяч. Поэтому это серьезные административные правонарушения, на которые нужно обращать внимание. Только благодаря безопасному осуществлению услуг на этих природных объектах, которые я озвучивал, позволит привлечь дополнительный туристический поток. И Дагестан в целом будет развиваться от этого. Здесь потенциал развития рекреационных услуг у нас очень высокий. Если мы будем подтверждать год за годом, что к нам сюда приезжать безопасно, хотя это один из самых больших вопросов, который возникает в голове у тех, кто сомневается приезжать в Дагестан или нет, но здесь не только такая общественная безопасность, но безопасность во время отдыха. Мы должны это тоже подтверждать и не допускать, чтобы у нас возникали такие случаи. Поэтому ваши волнения по этому вопросу абсолютно понятны, и мы их поддерживаем. Но в этом году вы нашли ли какое-то понимание со стороны предпринимателей, которые занимаются этими видами деятельности? Мы провели значительную работу. В том числе и беседовали, и выступали в средствах массовой информации. И колоссальную работу провели с контролирующими органами. У всех есть понимание, но не все готовы резко перестроиться. Понимают, что этот процесс будет постепенный. И на этом мы и ориентируем, что сейчас сезон весенний-летний уже закончился. По сути, заканчивается и купальный сезон. Меньше будет таких фактов, меньше в случаях перевозки пассажиров. Но, тем не менее, не за горами и в следующий год. И я надеюсь, что все-таки в следующем году такие проблемы предоставления некачественных услуг будут на порядок меньше. Иначе у нас будет опять случай травмирования, с которыми придется разбираться. И мы надеемся, что это все у нас перейдет в нормальное, законное, безопасное русло. Спасибо. Это были подробности. И сегодня говорили с Махачкаринским транспортным прокурором Ренатом Ярмухамедовым. С вами был Тельман Раджабов. Да с Богом, еще увидимся. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»